Виталий Веркиенко 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 Есть несколько стратегических объектов, которые станут такими значными объектами туристическими. С одной стороны, с другой стороны, мы рассматриваем Владивостокскую крепость, которая позволит не просто притягивать туристов, при этом из Азии, туристов из других регионов России, но Владивостокская крепость, будучи в свое время построена за 4% золотого запаса Российской империи, то есть это уникальнейший объект, который может стать объектом туризма, знаковым. Мы себе четко представляем, что мы хотим сохранить весь комплекс Владивостокской крепости, оценить состояние всех объектов и понять, какие из них войдут в первый и второй этап реализации. 1 октября Виталий Веркенко совершил рабочую поездку на спецзавод номер один, решение о закрытии которого он принял еще в июле. 18 августа спецзавод номер один перестал принимать отходы. 30% городского мусора, которые ранее здесь сжигались, теперь утилизируют на полигоне. Делаем технологический вырез, то есть и вывозим, как договорились, максимально оперативно, делаем дезинфекцию. После этого сразу. Если кто-то попытается спичку зажечь, мне придется очень серьезно поступить. И в конец случае воду снили, вопрос закрыл. И завод никогда больше не заработал. Многообразие задач, за которые брался Веркенко, удивляло. Многих возмущали его смелые методы, резкие высказывания. Все на пределе откровенности. Таким же резко откровенным стал его уход. 3 октября заявление об уходе Виталия Веркенко с поста главы города по собственному желанию приняли и зарегистрировали в Думе Владивостока. Здесь вновь создадут конкурсную комиссию, куда войдут 4 депутата Думы и 4 представителя администрации края. Прекращение главы города Владивостока по его заявлению будет рассмотрено на заседании Думы города Владивостока 11 октября. Ну и также будет дан старт формирования конкурсной комиссии и всех процедур, которые связаны с этим вопросом. Виталий Веркенко объяснил свое решение уйти с поста главы Владивостока сложившейся системой отношений между муниципалитетом, краем и федеральным центром, при которой, по его словам, не преодолеть кризис доверия к власти. Безусловно, мне это решение далось совсем непросто, но в сложившейся ситуации у меня нет ни права, ни желания подводить или обманывать жителей. Да и не умею я этого. Я вижу и чувствую кризис доверия к власти. Для того, чтобы его преодолеть, важно выполнить обещания, данные людям. Но в сложившейся системе это, к сожалению, невозможно. В ней заложена программная ошибка в отношениях между муниципалитетом, краем и федеральной властью. Согласно регламенту, у городских депутатов будет 55 дней на то, чтобы провести новый конкурс. Таким образом, новый мэр Владивостока может быть определен уже к 5 декабря. Максим Яковлев, Светлана Садовая. Новости на 8.